Семиклассник Гордей Тиглев из Туймазинского района выиграл международный конкурс живописи Golden Time Talent. Работа «Мужчина со шкуры» будет выставляться в Лондоне, Москве, Киеве и других городах и странах. Еще одна работа Гордей, заслужившая высокую оценку жюри британского конкурса, посвящена космонавту Юрию Гагарину. Сейчас картина находится в Дальневосточном аэрокосмическом центре, как победитель всемирного конкурса «Дорогой первых», который был посвящен 60-летию полета человека в космос. И этим утром мы пообщаемся с юным талантом. Доброе утро, Гордей! Доброе утро! Гордей, расскажи, пожалуйста, со скольки лет ты начал рисовать и что тебя подтолкнуло к этому увлечению? Этим я начал увлекаться более-менее профессионально в третьем классе, когда одноклассники начали меня хвалить за хорошие рисунки, то, что у меня получалось нарисовать то, что у них получалось не так хорошо. Мне появилось желание улучшать свой навык, но профессионально рисовать я начал только в шестом классе, когда начал ходить в арт-студию. А что тебе больше всего интересно изображать? То есть, может, природу или же, наоборот, портреты или натюрморты? Мне нравится изображать высокодетализированные портреты. Я считаю, что главное в портрете — это чтобы читались эмоции и совпадение с пропорциями. Но я думаю, это нужно только для того, когда ты рисуешь звезд или знаменитости, а главное, чтобы читались эмоции. Мне очень нравится передавать это, улучшать свой навык. Также мне нравится рисовать акрилом. В технике от пятна — это очень удобная для меня техника, мне очень она нравится. Это когда ты начинаешь рисовать с пятна, условно показываешь тени, свет, затем начинаешь детализировать. Ну смотри, вот давай подробнее поговорим о работах, которые отметила жюри конкурса. Вот как раз-таки «Мужчина со шкурой» — это работа сделана в стиле графика, насколько я понимаю, да? Как родилась идея создания этого портрета? Может быть, есть тот человек, с которого ты его писал, или это собирательный образ? Эту работу выбирал не я. Ее выбрал мой преподаватель Амур Тимиргалеев, который обучает меня рисованию. Он выбрал эту работу, планировал, что я просто покажу условно, без высокой детализации. Но я решил нарисовать эту работу профессионально, начал там детализировать и сделал ее завершенной. Этого не требовалось, но я все-таки захотел, меня похвалили. А затем эту работу отправили в конкурс «Golden Time Talent». Там была скидка, если ты отправляешь три работы, то она стоит как одна. И мы вообще не ожидали, что эта работа наберет 100 баллов. Я срисовывала эту работу с оригинала. Это натурщик, живший несколько веков назад. Я точно не знаю, кем он является. Эту работу выбирал не я. Даже самый преподаватель не знает, кто это. Он находит эти работы из каких-то источников, я точно не знаю. Ага. Ну, как ты сказал, тебе нравится показывать эмоции довольно-таки в портрете, довольно-таки эмоционально. Несмотря на то, что человек просто смотрит в одну точку вниз. Ну, вот портрет Гагарина также эмоционален и выполнен в другой технике. Расскажи о ней, с какими красками ты писал этот портрет, и когда вот создавалась эта работа, что хотел передать ей? Эту работу мы специально выбрали для конкурса космонавтики. Мы планировали ее отправить и рисовали специально для этого конкурса. Эта работа далась мне очень тяжело. В процессе рисования я понял, что никогда нельзя раньше времени детализировать, и надо правильно уметь распределять объекты по холсту. Я очень долго переписывал эту работу, изменял какие-либо детали, особенно скафандр и Юпитер. Ну, а расскажи, как к твоим успехам относятся твои друзья-одноклассники? Они не очень заинтересованы, по крайней мере, большинством. Ну, как я выиграла в каких-то конкурсах, они поздравляют. Один день относятся ко мне с авторитетом, и на следующий день уже забывают. Ну, главное, чтобы твои успехи, они, так скажем, поднимали-поднимали на новые ступени, и ты двигался к своей цели. Как раз-таки о твоей цели хотелось бы узнать, какая у тебя главная цель после школы, кем ты хочешь стать, и, может быть, у тебя уже в ближайшем будущем какие-то проекты уже намечаются. Расскажи о них. Я планирую стать художником и при этом подрабатывать на множество профессий. У меня, помимо рисования, очень много увлечений, которые мне тоже очень нравятся, и в которых я очень заинтересован. В ближайшем будущем я планирую завершить серию работ «Героя труда». На данный момент рисована только одна работа. Это работа шахтера. Рисую я ее в смешанной технике, использую соус, карандаш и угольные карандаши. А сколько в серии работ собираешься? Я планирую в этой серии работ 5 работ. 5 работ, да? И то есть они будут символизировать все рабочие профессии, насколько я понимаю, да? Да. Замечательно. Ну, насколько я знаю, у тебя еще и YouTube-канал есть, да, ведь? Ты его как-то собираешься развивать? На данный момент у меня есть только один YouTube-канал. Он никак не связан с моим рисованием. Я снимаю туда всякие различные футажи для монтажа. Монтаж является моим вторым увлечением тоже. Я им тоже очень сильно заинтересован. Но в ближайшем будущем планирую перейти на компьютер. Но пока что мне крайне неудобно переходить. И я думаю, что, скорее всего, я так и буду монтировать на телефоне. Так как сейчас в данный момент выходит множество различных видеоредакторов, в которых уже есть все базовые функции для качества монтажа. Ну, замечательно, Гордей. Я тебе желаю справиться со всеми трудностями, ну и, конечно же, двигаться к своей цели, несмотря ни на кого и ни на что. Спасибо большое тебе. Хорошо, спасибо. Хорошего дня. А я напомню, на связи со студией был художник Гордей Тиглев. И мы поговорили о его невероятным успехах за рубежом. И мы ненадолго прервемся. Вернемся совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok